Итак, ребята, вот это видео установочное, да, то есть по сути дела за ним пойдут раз, два, три, четыре видео. Вы увидите, у них будет и, вот это будет и один, и два, то есть маленькая буква И. Это значит, что-то у нас связанное с интерфейсами, надо почитать. В чём задание? Здесь я очень много наговорил. Где-то проще, где-то нет, я вас просто настраиваю на работу. Но в конце концов я сбрасываю код, и вы попробуете поискать в интернете по этому коду. По принципу вам надо будет описать улицу, то есть по сути дела будем создавать в голове ассоциации. Я рассказал в этих четырёх видео примерный план, что делать. Но сейчас надо оцифровать эту улицу. В одном из видео я конкретно рассказал, сейчас это не очень видно, но это не так важно. Там видео я рассказал, что надо оцифровать. Поэтому в группу, ребят, я сбрасываю именно эту картинку. То есть дома, гостиницу, церкви, стоянку, автомобили, банки, остановку, саму улицу вы должны оцифровать. Для этого вам придётся немножко порыться, немножко посовещаться, написать вот именно примерно по этому коду, хотя вы можете отходить влево, вправо, что-то создавать. Но по сути дела я хочу, чтобы вы написали и интерфейсы, и абстрактные классы, и конкретные классы. И использовали и миксины, и декораторы. Вот это будет первое серьёзное задание. Серёж, ну вам обязательно это сделать. Пусть будет криво, косо, важно написать. Там дальше разберёмся. Я делал таким образом, рассказывал, чтобы вы всё равно всё до конца не поняли. Потому что всё лучше, 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 но не ждите. Потому что, я скажу вам честно, можно рассказать всё от и до, но ничего не будет понятно. Пока сами не столкнётесь. Теперь, Сергей, я отвечу на один ваш вопрос, когда вы говорили, что стога вам не совсем понятно. Да я не поверю никогда. Неправда. Так. Берём продукты Bivar. Да, Bivar. От Кейта Маги. Одного из ведущих разработчиков. Открываем проект Тога. Открываем Суржи Код. И вы мне скажете, просто вы пока не знали, что смотреть. Не надо пока разбираться до конца. Первое, что я вас прошу, просматривать проекты Кейта Маги. Постоянно. Первое, на что смотрите, на то, что как он делает. Вот у него контрип, и в Django есть контрип. То есть, всё чётко. Дальше вы найдёте у него, ну, видно, что он Java очень любит, да. Но, тем не менее, пусть вы по-своему. Открываем. СРС. Я чётко понимаю, что тут будет Тога. Вот у нас есть Core. Структуру, смотрите, да, Core. И вот мы в Core видим саму Тога. Давайте мы посмотрим хотя бы один файл. Ну, возьмём мы не виджет, а, скорее всего, надо начать с файла Windows. 100%. И теперь начинаем смотреть. Серёж, а теперь вспоминайте. Помните, я вам говорил, пройти курсы Kiwi. Ради метода, ради самого метода, ради самого принципа программирования, который надо было уяснить. Это Диманак проходил. Вы, если это проходили, то точно вспомните. Помните, когда я говорил с self-selector, допустим, ноны, да. Обратите внимание, мы создавали дробл, виджев, деф, инит. Дальше создавали метод, который потом описывали. Скажите, но ведь практически такие вещи и используют кейт-маги. И когда вы начнёте вначале, пусть, я сказал, пока соображайте структуру. Дальше, ну, давайте попробуем догадаться. Ну, что здесь? Позиция, тулбор. Дальше пошли ID, апп, контент. То есть, понятно, что ноны, да. Почему? Потому что пользователям мы же не можем указать. Позиция, размер. Дальше, fullscreen, false. Ну, правильно, иначе будет разворачиваться. Дальше, легко посмотреть в... И тут, вы видите, мы только что фатфоры. Дэк, платформа, факторы. То есть, тоже писал, брал какой-то свой, скорее, метод. Но, что брал? Фабрику, да, фабрику, которой мы сейчас говорили, и делаем первые шаги. Но у него, скорее всего, это посложнее. Смотрим платформу. Вот она, платформа. Дальше. Здесь у нас в связи с функцией. Вот у нас фабрика. И смотрим, вот то, что мы сейчас говорили о вашем домашнем задании. Смотрим, как у Кейта Маги реализована платформа фабрик. Да? Факторы ноны. Дальше. Возвратить. И дальше поехали. У него фабрика реализована для чего? Каким способом? А вот, смотрите, для систем. То есть, он определяет систему. ИОСТ, ВОСТ, ВОСТ, Андроид, Линукс, ВИН32 и так. То есть, он создал фабрику вот для этого. Да? Пока мы остановимся. Просто я вас прошу. Да, код пока не будет понятен. Но, по крайней мере, рассматривайте, старайтесь понять. И рассматривайте структуру, как он это делает. То есть, обратите внимание, вот даже то, что мы сейчас рассмотрели. Если он виндов, дальше что он сделал? Он привязал к окну все платформы. То есть, как будет окно открываться на Андроид? Ведь это же понятно очень. Дальше. Вон шрифты и так далее. Поэтому я не согласен, что вы ничего не понимаете. Сейчас ваша задача, Сергей, это просто, по крайней мере, рассматривать структуру. И посмотрите то, что я сейчас показал. Дальше тоже все понятно. Дальше пошли виджеты. А, по-моему, с виджетами мы уже сталкивались там в предыдущих видео, когда рассматривали, как что. Да? То есть, с чего начать? Да, он... Посмотрите, насколько его код органичен, насколько он собран. Ну, будем этому учиться. Учиться надо именно у таких профессионалов. Итак, ну, ребята, это сборочное видео, поэтому я от ребят школы жду криво, косо, неважно. Но, чтоб вы описали картинку, которую я вам дал. Итак, прошу вас написать в виде фабрику вот именно этот снимок. Площадь свободы в Витебске. Все, спасибо. Для ребят, которые начинают только с этого видео первого, понятно, что все остальные видео посмотрите. Важны первые вещи. Это быть в школе, и под видео вы найдете сейчас просто... Скоро поменяется. Ну, доделаюсь я когда-нибудь. Не так много осталось. Новый сайт. Ну, у вас есть еще ссылка, да, на разработку. То есть в школе сейчас включено обучение с нуля, развитие и обучение разработки. Процессы довольно непростые, но интересные. И в каждом статье есть с чего начать. Начать надо с двух. Первое это с СПБ, второе подключить второй язык. Под видео, там много видео, зачем это делать. Так, все пока.